Здравствуйте, уважаемые коллеги учителя Кимии, Точек Роста. Мы продолжаем наши практикумы по использованию правовой лаборатории. Сегодня у нас правое занятие, и с нами Саханьяна Дмитриевна и Александр Михайлович. Мы просим нас простить за задержку техническую, надеемся, что с каждым разом мы будем опытнее, и что таких технических заменок в следующий раз не будет. Сегодня у нас очень интересная работа, связанная с жесткостью воды. По окончании работы вы будете иметь возможность поспрашивать, как эту работу можно в школе использовать. И вообще в чате пишите то, что вас интересует, то, что не услышали, или то, что вам кажется очень актуально, и зайдите, постарайтесь ответить на все ваши вопросы. В следующий раз мы с вами встречаемся в четверг. Какая работа будет, мы будем сообщить вам чуть позже. А сейчас передаю слово коллегам. Пожалуйста, можем начинать. Добрый день. Добрый день. Приступим к работе определения жесткости воды с помощью датчиков цифровой лаборатории, который позволяет измерять электропроводность воды. Насахар Дмитриевна сейчас покажет презентацию. Пожалуйста. Вот такие датчики электропроводности. В прошлый раз мы говорили о том, что он позволяет связаться с компьютером через Bluetooth, поэтому проводов он лишен, только датчик подключается к этому модулю. Сначала подключаем наш Bluetooth-датчик к компьютеру. Включаем наше программное обеспечение, заходим во складку Bluetooth, включаем модуль и нажимаем на кнопку «Поиск». Вот сразу у нас датчик вышел, его включаем и подключаем нужный нам датчик. Сегодня мы будем пользоваться датчиком проводимости, поэтому остальные датчики отключаем. и нажимаем «Поиск». Вот, сейчас мы попробуем заранее приготовленные водные растворы с соли хлорида кальция измерить электропроводность и построить градуировочную зависимость жесткости воды от ее электропроводности. Смотрите, здесь у нас 4 образца водных растворов этих. Можно вот эту камеру. Да, ничего не видно еще. А как? Включить. В общем, пока включается. Блышки открою. У нас всего сколько образцов воды? Четыре. Это градуировочные растворы. Мы сейчас измерим электропроводность. То есть они как бы имитируют воду разной жесткости. Тут от нуля. То есть вода лишенная жесткости. То есть это просто дистиллированная вода. Вода с концентрацией соли кальция 0,02 грамм на литр. 10,02. Потом, соответственно, 10,1 грамм на литр. И 20. То есть это вот представлено на баночках. Значения указывают на градусы по жесткости. То есть по новому стандарту, по новому ГОСТу жесткость измеряется в градусах жесткости. Собственно, сейчас мы будем поочередно опускать датчик электропроводности каждую из образцов воды. Видно, да? Пока не было. Да. Здорово. Обычно, если пользуются одним и тем же датчиком для определения концентрации, для определения различных какого-то параметра для различных концентраций водных растворов или других растворов, опускают датчик в порядке увеличения концентрации, чтобы большая концентрация не загрязнила раствор с меньшей концентрацией. То есть начнем с нуля, определяем электропроводность и там, соответственно, на экране вы видите сейчас показания этого прибора. Пуск нажимаю. Пока стоит 0. Да, потому что это дистиллированная вода. Она показывает 0. В таблицу заносим 0, чтобы потом по этим данным построить градуировочную прямую. 0 поставила. Это электропроводность, да. Далее переносим этот же датчик в следующий раствор, имитирующий воду с жесткостью 2 градуса. Уже зашкаливает. Постепенно увеличивается значение. Нужно немножко подождать, да? Примерно какое значение должно показать? Я не знаю. Ну, когда она перестанет там сильно колебаться, да. Мы запишем то. То значение запишем. Ну, вот, видимо, где-то так что-нибудь. Никакое значение? Да, можно на паузу поставить в любой момент. Хорошо. Запишем. Паузу. 2871. Можно, в принципе, между образцами промывать этот датчик с помощью промывалки, с помощью дистиллированной воды. И затем опускаем следующий образец. Это вода с жесткостью 10 градусов. Так, пуск нажимаю. Уже постепенно у нас значение повышается около 4, ну, 5000. Опять же, ждем мы, когда это число более-менее постоянным станет. Можно помешивать, чтобы там все эти градиенты концентрации устранились. И записываем это значение. Так, нажимаем на паузу и пишу значение 4815. То есть, у нас уже значительно больше электропроводности. То есть, это говорит о том, что общая минерализация увеличивается. Ну, это логично, да? С ростом жесткости. Конечно. Далее, еще один раствор, имитирующий воду с жесткостью 20 градусов. То есть, это очень жесткая вода. Опускаю. Еще больше стало значение, да? Ну, да. Запишем это значение. пауза 6887. Сейчас попробую построить градуировочный график. Его удобно строить в Excel. Мы не стали это делать. Мы просто примерно покажу, как это можно себе представить. Хорошо. По координатной плоскости по оси X мы задаем электропроводность. Как она обозначается? Каким? Микросименс? Ну, понятно, микросименс, а вот эта вот штука электропроводности. А-а-а. Ну, я написал ВП, дикие знают. Мне стыдно тоже не знать. Так, жесткость будет жесткость воды в градусах подросткости. Так будет такая шкала. Ну, и дальше задаем значение, которое у нас первое у нас ноль. Получено ноль. Здесь ноль будет, соответственно. Ага. Второе значение 2871. Вот так вот примерно сделаем 2000, 4000, 6000. Ага. Тут масштабы не соблюдены, естественно. Жесткость у нас от двух до 20. Тоже без масштаба они соблюдают. Далее, 2000 у нас это два жесткости. Далее. 4815. Почти 5. Это у нас 10. Ага. 1887. Это у нас была жесткость 20. То есть мы построили график зависимости электропроводности воды от ее жесткости. И построили вот отложили точки на плоскости и попытаемся через них провести линейную прямую градуировочную. Вот там если точно в Excel построить получится некая прямая уравнение которое будет в Excel. Что? Можно будет программно опять-таки найти уравнение этой прямой которая покажет например зависимость жесткости от электропроводности. Ну и здесь будет какой-то коэффициент поправочный умножая на который можно на который электропроводность можно получить жесткость значение жесткости воды. Ну и собственно мы по этому графику примерно можем сейчас попробовать измерить жесткость различных типов воды которые мы подготовили заранее. Значит это у нас дистиллированная вода обычная из-под крана вода и вода из минеральной воды. Тоже повышаем жесткость электропроводности. Опять же начнем с дистиллированной воды значит ну у нее должно быть ноль. заново да можно обновить вообще вот этот вот это запись я не понимаю зачем ну вот в данном случае можно просто нам интересуют значения неожидавить не обязательно от времени зависимости это для тетрования можно кстати использовать а вот нижняя сторона да вот например это можно в тетровании использовать когда мы добавляем раствор и можем фиксировать скачок кривой тетрования а так в этом наших измерениях это да можно просто тут нельзя просто отобразить одним таблом значение просто таблицу нет просто значение а вот ноль вода у нас ноль вот понятно стилированная вода она не проводит электрический ток далее погружаем датчик в воду из-под крана что-то у нас очень жесткая вода получилась или я не перепутал эти стаканчики но тут иметь нужно иметь нужно ввиду то что жесткость вот эта электропроводность она указывает на общую минерализацию то есть на общее количество растворенных солей туда входит не только кальций туда входит и натрий и другие магний да еще и анионы различные то есть суммарная минерализация здесь же мы строили график только на основе растворов хлорида кальция то есть ну вот это мы в природную воду точнее в водопроводную воду положили запишем посмотрим давайте у нас получилось согласно нашему графику например вот почти 20 градусов жесткости хотя мы знаем что жесткость воды в Якутске водопроводной воды Якутска очень низкая наша вода считается нежесткая совершенно порядка 2 или 3 градусов по жесткости должно быть ну вот 6000 это уже говорит о том что на электропроводность влияет только соли кальция но и остальные соли ну и давайте 6095 первое значение 0 и третья вода и опустим теперь в минеральную воду обычная магазинная минеральная вода ой мы перепутали серьезно да по-моему ой опять ну мы нет мы не путали потому что тогда была с газом вода тут пузырьки есть поэтому тут все-таки нужно иметь еще и ввиду и то что вода то есть электропроводность воды она указывает на общую минерализацию на нее на нее влияет не только соли кальция но и остальные соли растворенные в воде тогда вода у нас будет жесткой или нет какая ну вторая вода вторая да но нам там я вот еще раз повторюсь что на электропроводность влияют различные соли поэтому вот в этой в воде из-под крана видимо что-то еще растворено какие-то природные компоненты минеральная вода честно сказать она по-моему искусственно минерализована видимо туда только что-то добавили одно а эта вода из-под крана нет она не жесткая да нужны дополнительные исследования мы не можем только с помощью этого датчика конкретно сказать о том жесткая она или нет еще раз можно вообще этот датчик можно использовать не только для определения жесткости вообще очень узкий круг применения его датчик электропроводности можно использовать при кондуктометрическом титровании это очень он очень удобен в том случае когда невозможно подобрать индикаторы какие-то для ну вот для конкретного метода титрования использовать можно как раз датчик для определения электропроводности в точке эквивалентности Электропроводность будет резко изменяться, поскольку, например, даже в реакции нейтрализации она резко поменяется, и по излому этой прямой, кривой нейтрализации, можно будет определить точку эквивалентности. Тогда возникает вопрос, точно ли можно определить жесткость с помощью этого датчика? Ну, так, в методических указаниях дается ответ на вопрос, что можно. Я считаю, что с большой натяжкой, потому что, опять-таки, электропроводность и жесткость, это вообще на самом деле разные понятия, и они слабо между собой взаимосвязаны. То есть электропроводность влияет, опять-таки, не только кальций и магний, хотя жесткость, она обусловлена именно кальциевым магниям. А в воде содержат еще и натрий, и хлориды, и другие растворенные компоненты. Поэтому, на самом деле, более эффективная сфера применения этого датчика, это, опять-таки, кондуктометрическое титрование. Также его можно, кстати, использовать для изучения межпредметных связей, это физика и химия, например, электричество, когда изучают, да, электропроводность. То, что электропроводность водных растворов, электропроводность металлов, это вообще разные вещи, да, там, первый тип проводимости, второй тип проводимости. И будут уже разные значения, да? Разные значения будут, да? Чего? Ну, электропроводимость металлов и электропроводимость растворов. Ну, им нельзя измерить проводность металлов. Ну, просто можно сравнивать. Ну, можно, кстати, еще в начальном классе школьникам, да, показывать, что вода дистиллированная, она не проводит электрический ток. Когда там в восьмом классе, да, говорят про диссоциацию электролитическую? Электролитическую. Девятый класс. Девятый класс, да. Там, допустим, раствор хлорида натрия проводит у нас, электропроводность увеличилась. Ну, там, сколько, на 6 тысяч стало. Потом опустить раствор сахарозы, она не будет опять, так можно использовать для демонстрации. Мне кажется, тоже, ну, для, особенно для классов математических, они же верят в цифры, а не в картинке. Вот, можно конкретно показать на... Примере. Да, на примере. Вот такие вот, очень большая сфера, широкая сфера применения у этого датчика, на самом деле. Как раз-таки для профильных классов, которые этим интересуются. Он очень пригодится. Я так считаю. Какие-нибудь вопросы поступили в чате? Вопросы по технике выполнения и о том, как можно их в работе использовать. Вот, как я уже сказал, этому работу можно и в восьмом классе, когда проводят в девятом классе, когда начинают изучение темы диссоциации электролитической. Очень показательно, наверное, будет, да, зависимость электропроводности от концентрации. Вообще, показать электропроводность растворов различных веществ, да, электролитов, неэлектролитов, слабых электролитов. Также можно в одиннадцатом классе использовать, когда изучают жесткость воды, электропроводность воды и водных растворов. Опять-таки, для профильных классов и для исследований различных проектных задач можно использовать в качестве кондуктометра, да, опять-таки, в кондуктометрическом центровании. То есть, этот датчик достаточно широкая, широкая сфера применения у него. Вот, я считаю, так вот. Ну, и не только считаю, мне кажется, что понятно. Ну, я благодарю им за внимание. Если вопросов нет, то мы на этом с вами прощаемся. До следующего четверта. Делу и счастья. Спасибо.